. просто изёбая сто десять звезд изи надевну и всем привет ребят с вами мистер ванька я сегодня записываю новый ролик по нашей нагибаторской игре и темой сегодняшнего ролика будет жесткий челлендж который вчера я выполнял на стриме если говорить вкратце то за два часа я набил 110 звезд с бустером у меня конечно этого бустера не было ну и цель была моя набить хотя бы 50 звезд я в общем и целом посчитал что в принципе за это время если играть полностью бои по 8 минут можно набить около 46 если не ошибаюсь звезд ну и в общем чтобы набить 50 плюс у нас загрузка плюс еще время на подбор карты то есть в общем и целом чтобы играть катку в 8 минутную катку и при этом короче зарабатывать стабильно по три звезды мне надо было два часа за эти два часа я хотел набить 50 звезд в итоге получилось набить 60 с бустером это было 120 звезд это очень хороший показатель и наверное это мой новый рекорд хотя многие будут говорить что данное количество не такое большое там можно в набить больше но вам скажу точно с уверенностью наверное 99 процентов стоит что сейчас набить столько звезд за два часа это очень большое количество при том что я набивал это все на легенде это с максимальные звания это не какие-то там мульты воронто офицер первые условные где вы можете например там зайти в условную какую-то дм-ку быстро катать каточки быстро всех нагибать и все у вас будет шикарно получаться если у вас конечно имеется хороший аккаунт нарко и тому прочее то это легенды это намного тяжелее тут редко бывает такое что у тебя получается быстро заканчивать бои так как это все решает еще рандом и сейчас конечно все уже тоже шарят где надо набивать звезды как набивать что делать зачем делать и поэтому вчера мне в голову пришла именно сделать вот такой вот нагибаторский челлендж и у меня получилось я если честно так наверное не потел очень таки давно и можно так сказать со времен наверное мч 10 но это было очень тяжело и в какой-то момент мне даже показалось что я не успею но все равно мне немножечко повезло и в этом плане получилось сделать даже не 100 звезд а сделать 110 звезд за два часа очень хорошее количество и если в принципе подсчитать то количество которое сделал условно за два часа то вообще в принципе за 14 часов с бустером можно спокойно набить 700 звезд но это конечно если вы будете прям стараться будете по кд нагибать то 14 часов игры и вы набиваете новую нагибатор скую краску контейнеры и тому прочее такой вот челлендж возможно таки через какое-то время я буду стараться перебить данные данную цифру данное количество звезд так как для меня это реально было очень таки интересно вообще проверить сколько реально набить за определенный стрим то есть вчера мне на стриме пришла вот такая идея сделать такой вот интереснейший стрим если вам ребят понравилось понравился такой челлендж у вас есть например идеи какие-то по именно звездам какой бы можно было бы еще челлендж сделать то обязательно оставляйте по этому поводу свои комментарии пишите тоже какой бы вы например бы хотели предложить челлендж с например с набитием звезд или вообще не относящийся к звездам то есть тоже интересно было бы узнать если у вас есть какие-то идеи обязательно пишите о них в комментарии но сегодня я зашел на такую каточку на песочек дэм очку залетел под набить тоже еще звезды у нас еще конечно же звездная неделя не закончилась последний день сколько же я успею набить звезд мне самому еще интересно набивая конечно же без пустера и надеюсь что у меня удастся все-таки сделать 500 очку хотя в принципе времени уже осталось не так много и возможно таки будем думать что вообще либо я успеваю сделать 500 звезд либо я успею всего лишь сделать 400 на этой цифре мы тогда остановимся и запишем тоже определенный ролик откроем контейнеры посмотрим что нам вообще дадут контейнеры за данный жесткий нагибаторский вент я думаю что новая звездная неделя не заставит себя долго ждать вы вчера или сегодня получать не сегодня утром вы получается увидели нагибаторский тоже ролик если вы смотрите данный ролик 21 числа то сегодня утром вы могли увидеть тоже интересный ролик про сочетание на котором лучше всего нагибать конечно же в набивании именно звезд что делать как делать с каким вооружением на каких званиях лучше все это делать я обо всем этом сегодня рассказал и сразу наткнулся на такие вопросы что ребята сразу негодовали почему такой ролик выходит только в конце данного звездного ивента наверное потому что были тоже определенные моменты были какие-то другие мысли по ивенту хотелось бы сформулировать свою речь более наверное компактнее и сейчас когда я уже собрался с мыслями то именно таки в последний день данного ивента записал такой ролик и вы об этом всем узнали почему вы так негодуете ну я могу понять в принципе но это же сами ребят понимаете что это не последний ивент и данный имба будет сохраняться на все последующие венты также и поэтому в этом плане я думаю что данная информация будет очень таки полезна для вас если кто-то ребят не посмотрел данный ролик и не знает где его найти ссылочку на него я оставлю в описании переходите смотрите довольно таки такой конструктивный ролик в котором можно извлечь тоже много полезной информации не только по набитию звезд но и вообще в принципе по игре в матчмейкинге что лучше делать как делать на каких званиях и тому прочее что у нас касаемо тут каточки осталось у нас полторы минуты до конца боя иду я на первом месте конечно же играю на своем любимейшем супер нагибаторском вооружении а именно на викингов рези не люблю я менять особо данное сочетание бывают конечно моменты когда резистов чересчур много и приходится менять его но так в общем и целом данное сочетание меня очень таки устраивает и вообще нравится как она вообще себя ведет в принципе в бою и легко забираются киллы конечно тот небольшой нерв который был сделан в игре с данной пушкой немножко ослабил ее конечно но вообще совсем незначительно поэтому пушка продолжает нагибать а если пушка продолжает нагибать такого рода то вы конечно же будете в огромнейшем плюсе и что касаемо вообще в принципе данного челленджа что я хотел бы еще сказать есть определенные челленджи которые кидаете вы даже мне сами но вчерашний челлендж я придумал можно таки сам можно таки сказать сам себе придумал такой челлендж и в чем вообще в принципе вся фишка единственное наверное в чем я хотел убедиться это в том что то за счет того что ты прогружаешься в карты то есть за счет вот этого времени ожидания ты теряешь очень большое количество звезд то есть если большой онлайн у нас в игре имеется и вас постоянно подкидывают в новые бои то за счет этого вы намного таки быстрее можете и больше даже можете набивать данных звезд а если же у вас имеется время именно промежуток тот ожидание около 30 секунд минуты то условно за два часа я потерял где-то еще плюс 10 звезд поэтому это очень таки печально что реально если бы это были бы катки как у нас раньше то есть это бы не работала система который те надо выходить заходить выходить заходить после каждого боя а были бы каточки которые длились бы сразу поэтапно то есть как было у нас раньше спицы с 15 минутками до матчмейкинга то набить 120 звезд было бы вообще реально вполне и конечно был еще шанс того что мне могло фартить за счет того что каточки бы заканчивались намного раньше но в этом плане мне вчера особо таки не везло но все равно я добился своей цели набил эти 100 звезд набил даже чуть больше но условием было набить именно таки 50 вот такой вот ролик у нас сегодня получился если вам понравился ребята обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще вдруг не подписаны также ребят нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики но у меня на этом все спасибо ребят что смотрели всем удачи и всем пока друзья спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!